В эфире новости с вами Алмаз Ашим. Добрый день. Нурсултан Азербайев заразился коронавирусом. Последний тест Ельбасы на ковид показал положительный результат. Информацию опубликовали на официальном сайте первого президента Казахстана. В настоящее время он находится на самоизоляции. Пресс-секретарь Нурсултана Азербайева Айдос Укбай написал в твиттере, что повода для беспокойства нет. Ельбасы продолжают работать дистанционно. Касым Жмар Тукаев прокомментировал новость о положительном результате теста на коронавирус у Нурсултана Азербайева в своем твиттере. Цитирую. «Клубокому сожалению, коронавирус не обошел стороной и нашего первого президента Ельбаса. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, поэтому уверен, что это испытание он успешно преодолеет», написал Касым Жмар Тукаев. Между тем, тест на коронавирус Касым Жмар Тукаева показал отрицательный результат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента. Берри Куали отметил, что глава государства находится на рабочем месте. Он трудится в соответствии с графиком, проводит онлайн-встречи с руководителями госорганов и ведомств. Перевести часть госслужащих на постоянную дистанционку предложил председатель Сената Маулен Ашымбаев. Он заявил о необходимости изучить данный вопрос. По словам спикера, сотрудники госаппарата и национальных компаний сейчас работают в удаленном режиме, и это не сказывается на их продуктивности. Многие события можно проводить онлайн. Маулен Ашымбаев отметил, что дистанционная работа позволяет экономить на командировочных и транспортных расходах. Также следует разобраться, позволит ли такой формат работы сократить расходы на аренду и содержание зданий. Он напомнил о необходимости сократить численность госслужащих к 2024 году на четверть, как того требует глава государства. Председатель Сената добавил, речь идет не о механическом сокращении штатной численности, а о создании компактного, мобильного и высокоэффективного госаппарата. 20 и 21 июня в ряде регионов Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры. Такое решение сегодня приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса на территории страны. В Нурсултане, Алматы, Караганде, Шемкенте, Павлодаре и Экибастузе приостановят деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков. Работать будут только те объекты общественного питания, которые находятся на открытом воздухе, в уличном формате с сохранением социального дистанцирования. Курсирование общественного транспорта также будет ограничено. Под запретом вновь общественные места, парки, скверы, набережные, пляжи перестанут работать фитнес-центры. Кроме того, закроют въезды в туристические зоны, территориально приближенные городам Нурсултан, Алматы, Караганда, Шемкент, Павлодар, Экибастуз. В соответствии с постановлениями главных санврачей регионов. Поручаю ввести следующие дополнительные ограничительные меры, предстоящие выходные 20-21 июня. По городам Нурсултан, Алматы, Караганда, Шемкент, Павлодар, Экибастуз. Приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, фитнес-центров. Допустить работу объектов общепита только на открытом воздухе с сохранением социального дистанцирования. Ограничить работу общественного транспорта, приостановить функционированные общественных мест, парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков. Закрыть въезд в туристические зоны, а уже находящиеся там соблюдать социальную дистанцию. Ближайшие выходные 20 и 21 июня общественный транспорт в Нурсултане ходить не будет. Власти приняли такое решение из-за сложной эпидситуации и роста заболевших коронавирусом. В эти дни в столичных автобусах проведут дезинфекцию. К прежнему режиму общественный транспорт вернется в понедельник, 22 июня. Кроме того, масштабная дезинфекция также пройдет во всех местах массового скопления людей. Тем временем Костанай решили вновь закрыть блокпостами. Это связано с увеличением прироста заболеваемости коронавирусом в регионе. Специалисты говорят, к этому привело несоблюдение карантинных мер. Сейчас там зарегистрированы 247 случаев заражения ковид. На выездах из города вновь устанавливают ограждения. Так, с 12 часов ночи начнут работу санитарные участки, расположенные на автодорогах Костанай-Ауре-Коль-Сурган, Костанай-Рудны и Аркалы-Каман-Тогай. Такое решение принял сегодня областной оперативный штаб по нераспространению коронавируса. В регионе также возобновляется ряд ограничительных мер. 80% госслужащих вновь переведут на дистанционный формат работы. Изменится график работы цонов, салонов красоты, образовательных центров, рынков и магазинов. Запрещается работа аттракционов и фонтанов, караохи-баров, бильярдных, боулинг-центров, тату-салонов, массажных салонов. Цоном перейти на оказание услуг в режиме онлайн. Ограничивается работа образовательных центров, кружков, центров детского развития с 9 до 16.00. При этом заполняемость не должна превышать 15 человек. Ограничивается работа объектов, реализующих товары промышленной группы, по времени до 20.00. Работа продовольственных и непродовольственных рынков будет разрешена с 10 до 16.00. С сегодняшнего дня усилен карантинный режим и в Атраусской области жителям города и области теперь запрещено передвижение в ночное время с 23.00 до 6.00 утра. Кроме того, там приостановили работу детских садов, баз отдыха и туробъектов. 80% сотрудников частных и госучреждений переведены на удаленный режим работы. Под запретом проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Жесткие ограничительные меры местные власти решили принять из-за вспышки заболевания. Только за последние сутки в регионе зарегистрировали сразу 140 носителей COVID-19 и заболевших 21 человек с симптомами ОРВИ, а 119 – бессимптомные. Растет число заразившихся коронавирусом и в Акмолинской области. Если в мае там было зарегистрировано 60 случаев заражения, то за несколько последних дней выявлен 81 заболевшие. Таким образом, ежедневный прирост достиг 10%. Поэтому в регионе ужесточается режим карантина. 80% сотрудников госучреждений, как и в других регионах, перейдут на удаленку. Изменится и время работы общественного транспорта. Будет жестко контролироваться масочный режим на улицах и в помещениях. Напомню, ранее Акмолинская область была в числе областей с низким уровнем заболеваемости, но в июне ситуация стала меняться. Число заболевших увеличилось вдвое. Не посещать похороны, не проводить различные семейные мероприятия. Потому что, когда мы проводим эпитональность, в основном идет посещение мест массового скопления, или участие в каких-то похоронах, семейных мероприятиях. День рождения. Есть такие факты, когда по 15 человек с одного очага. И сегодня же глава правительства поручил Акиматам регионов в кратчайшие сроки решить ряд вопросов. Во-первых, расширить охват ПЦР-тестированием населения. Для этого будут открыты дополнительные лаборатории на базе медорганизации. Также Оскар Мамин отметил, что необходимо увеличить количество инфекционных и провизорных мест в больницах. Обеспечить охват КТ-исследованием больных с привлечением имеющихся ресурсов в регионе, независимо от форм собственности. А также своевременно обслуживать экстренные и неотложные вызовы станциями скорой медпомощи. В Алматы становится все больше желающих сдать тесты на коронавирус. Из-за очередей в лаборатории остаются огромные заторы на дорогах, особенно в утренние часы. Например, у мобильного пункта, расположенного рядом с бизнес-центром Нур-Лэ-Тау. Автомобильные пробки сегодня растянулись на несколько кварталов. Наш корреспондент узнавала, сколько нужно простоять в очереди, чтобы сдать тест на ковид. Вереница машин выстроилась у этого мобильного пункта, где сдают ПЦР-тест с раннего утра. Она растянулась в несколько кварталов. Водители говорят, очередь занимали чуть ли не с зарей в 5-6 часов. Несмотря на эти неудобства, многие предпочитают именно эту лабораторию. Тест можно сдать, не выходя из машины, да и обходится дешевле, чем в других местах. Просто так, я так понимаю, что не пускают. Надо именно предварительно зарегистрироваться онлайн. Я контактировал с зараженными, поэтому хочу себя проверить. Мы приехали всей семьей на двух машинах. Сейчас зараженных очень много. И провериться, потому что неохота подвергать опасности семью свою, своих близких. В мобильном пункте есть две очереди. Одна для тех, кто за рулем. Другая для людей, кто приехал на общественном транспорте. Ажиотаж и тут, и там. Многие из этих людей зарегистрировались накануне и даже оплатили. Но живую очередь все равно придется выстоять. Планировали около 300 делать заборов, анализов там, на месте. В связи с последними увеличением количества зараженных, потребность превысила наших ожидаемых прогнозов. Получается, вчера 1160 человек прошли у нас анализ. Несколько дней назад здесь были такие пробки, что даже полицейским пришлось регулировать движение на этих участках. И эта ситуация наверняка повторится не раз. Спрос на тесты растет с каждым днем. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. Между тем, в Нур-Султане и Алматы лаборатории сети клиника «Алимп» приостановили забор ПЦР-анализов на COVID-19. С 19 по 21 июня включительно там будут проводиться технические работы. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 22 июня тестирование будет возобновлено. Тем временем, по информации Минздрава Республики, 991 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за минувшие сутки. Из них 656 – это бессимптомные носители, не входящие в статистику. На сегодня общее число зарегистрированных в стране случаев достигло 15 877. Из них выздоровели 9902 больных. До 100 человек выросло число погибших от коронавируса в Казахстане с началом распространения инфекции. Еще три летальных случая отмечены сегодня в Нур-Султане. Это мужчина 63-го года рождения, женщина 52-го и 46-го годов рождения. Педиатры четырех больниц Западного Китая провели исследование по проявлению течения коронавируса у детей. Их работу опубликовало издание PLOS Medicine. По их данным, главными симптомами развития этой опасной инфекции у детей являются высокая температура, кашель, диарея и рвота. Врачи утверждают, что затруднения дыхания и проблемы с легкими у ребят появляются позже в случае обострения заболевания. Всего исследования приняли участие 34 ребенка от года до 12 лет. Лихорадка проявилась у 76% из них. Еще 62% детей имели сухой кашель, по 12% диарею и рвоту. Ранее немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей, однако многие из них могут быть бессимптомными переносчиками. ВОЗ и ЮНИСЕФ в этой связи рекомендуют родителям следить за тем, чтобы дети также сохраняли дистанцию, носили маски и в местах скопления людей не бывали. И у людей со второй группой крови риск тяжелого течения COVID-19 значительно выше. К такому заключению пришли ученые из Кильского университета Германии. Сообщается, что эксперты изучили молекулы ДНК почти 2000 пациентов с COVID из Италии и Испании. У каждого из них болезнь протекала крайне тяжело. Полученные результаты они сравнили с данными почти 2500 здоровых людей. И выяснилось, что человек со второй группой крови на 45% больше подвержен заражению вирусом по сравнению с людьми с другими группами крови. Они определили, что в кластере генов у пациентов, болеющих коронавирусом, есть наследственная предрасположенность к расстройству дыхания. Коллективный иммунитет COVID-19 у шведов вырабатывается медленнее, чем ожидалось. Об этом факте заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнал. Напомню, развитие иммунитета у населения было одним из пунктов шведской стратегии отказа от жесткого карантина. Однако выяснилось, что несмотря на отсутствие строгих ограничений, антитела в Стокгольме выявили всего у 14% населения. Для сравнения, в итальянском Бергамо антитела нашли у каждого второго жителя. На сегодня число случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 54 тысячи. Больше 5 тысяч человек погибли. В память о пострадавших депутаты страны провели минуту молчания. У здания парламента приспущены флаги. Эта минута посвящена всем тем, кто потерял работу, здоровье, жизнь. А также тем, кто пережил потерю близкого человека. Прежде чем мы продолжим борьбу с пандемией, мы вместе отдадим дань их страданиям и жертве. Всем, кто скорбит, мы говорим, вы не одиноки. Гонконгский Диснейленд вновь открыл свои двери. Приветствовали первых посетителей ярко, с музыкой в нарядных костюмах. На входе у посетителей проверяется температура. Все гости и сотрудники в масках. На территории парка все напоминает об усиленных санитарных мерах. Разметки на полу, аттракционов и в магазинах повсюду установлены санитайзеры для рук. Напомню, гонконгский Диснейленд закрылся 26 января из-за пандемии. Теперь туда впускать будут только местных посетителей. В Шимкенте перевозчики возмущены оптимизацией общественного транспорта. Акимат поставил перед ними условия по городу. Теперь должны ездить только новые автобусы. Их уже приобрели и предложили перевозчикам перекупить. Но бизнесменам такое предложение невыгодно. В этой ситуации разбиралась наш корреспондент. Пассажироперевозчики Шимкента заявляют, что оказались в непростой ситуации. В городе решили провести модернизацию общественного транспорта. Акимат закупил новые автобусы. Бизнесменам предлагают их перекупить и продолжить работать. Но не все так просто. Я бы приобрела бы их, если бы они немножко пошли нам на встречу. Это значит в первую очередь субсидия, чтобы это гарант. Таким городом гарант дал субсидия. И второе, вот эта первоначальная предоплата, это никто не сможет такое сейчас. За каждый автобус 2 миллиона. А минимум нам надо 10 автобусов. Но если вот у людей просто больше денег нет, чтобы за каждый автобус дать большую сумму, такого просто ни у кого нету. За просто столько лет, более 10 лет не субсидировали. И просто финансово все сейчас в убыточном положении, в убыточном. Перевозчики говорят, что устали подсчитывать убытки. Три года назад некоторые из них приобрели в кредит новый транспорт. Тогда предыдущие руководители города выдали им разрешение на работу аж на 10 лет вперед. Теперь, по словам бизнесменов, договоры хотят аннулировать. У меня пятого поколения микроавтобусы. Пятого поколения микроавтобусы. Производство Казахстана. Производство. Тем более мне сказали, давайте макияж делаем. Не в России будете брать, а поддержка отечественного производителя. Я взял нашего отечественного производителя. И что теперь с этим, с отечественным производителем? На сегодняшний день им заставляют аннулировать все предыдущие договора. Контракты. Они хотят, чтобы мы чистили площадку для новых автобусов. Все. В Акимате говорят, что пассажироперевозчики не соблюдают условия. Лишь три транспортные компании обновили автопарк. А модернизации не избежать. 24 перевозчика. Они все взяли на себя обязательство, что они будут покупать нового автобуса. Из них реально купили только три перевозчика. Вот эти три перевозчика, которые купили нового автобуса, им будут предоставлены маршруты. Те, кто не покупал, не обновлялся, им ставятся условия, чтобы они брали наши новые автобусы с новыми маршрутами. Скоро общественный транспорт города все-таки заработает по-новому, говорят специалисты. Они изучили международный опыт и разработали новую маршрутную сеть. Ее запустят вместе с электронной оплатой проезда. В Акимате уверены, нововведения горожанам понравятся. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Шумкент, Хабар, 24. 150 килограммов наркотиков изъяли из незаконного оборота в ходе оперативно-профилактического мероприятия Харасора. На трассе Западной Европы, Западной Китая полицейские остановили одну из машин. При досмотре авто служебная собака обнаружила у 46-летнего пассажира 8,5 килограмма гашиша. Наркотическое вещество задержанный вез из ШУ в Алматы с целью сбыта. Мужчина был ранее судим. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Куртайского района. Ведется досудебное расследование по статье 297, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Семь человек, в их числе двое детей, погибли на водоемах в Кустанайской области с начала года. Все несчастные случаи произошли в местах, не оборудованных для плавания. После открытия купального сезона мобильные патрули проводят рейды в зонах отдыха у побережья Табола и на озерах в сельских округах. В регионе насчитывается 9 официальных пляжей. Другие участки на водных объектах к таковым не относятся. Там, где плавать нельзя, устанавливают предупреждающие знаки, но чаще всего население их игнорирует. В жаркую погоду горожане плавают даже на самых опасных участках рек. Основным из проблем у нас является оставление детей без присмотра родителей. У нас очень много необорудованных пляжей, где установлены у нас по области более 350 знаков, что купаться запрещено. У нас ломают знаки местные исполнительные органы. Постоянно над этим работают и устанавливают. Я думаю, это самоосознание самих граждан. Во Франции электрические велосипеды набирают большую популярность среди населения. Так, с середины апреля прибыль владельцев спортивных магазинов выросла почти втрое. Переходить на двухколесный транспорт советуют парижанам и столичная мэрия. Для этого местные власти выделили еще более велосипедных линий. Во французской столице больше. А для всех желающих приобрести электронные велосипеды предлагают субсидии до 400 евро. Сами же граждане говорят, что электрические велосипеды – это разумная и безопасная альтернатива общественному транспорту во время пандемии. Я напомню, не забывайте носить маски, держать социальную дистанцию между собой. Берегите себя, оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok